В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Как работает единая медицинская информационно-аналитическая система в образовательных учреждениях округа? Ребенок приходит в школу, и здесь он получает все необходимые обследования, все необходимые осмотры врачей. Во Дворце культуры города Видное медики ответили на вопросы жителей. Хочу сказать о том, чтобы жители не хотели эти вопросы, мы все доступны на любом уровне. Муниципальный форум «Управдом» впервые с начала пандемии прошел в вочном формате. Когда, где какие субботники будут, где какие больные вопросы после зимы. Более 50 тысяч детей, проживающих на территории Ленинского городского округа, посещают детские сады и школы. Единая медицинская информационно-аналитическая система, которую начали внедрять в образовательные учреждения в конце прошлого года, поможет упростить многие процедуры, включая вакцинацию и профилактические осмотры. На примере Лопатинской школы, которая имеет большой медицинский блок с нововведениями, смогли познакомиться первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стрягункова и сенатор Совета Федерации Ольга Забралова. В Лопатинской школе сегодня идет профилактический осмотр. В маршрутном листке каждого школьника 10 пунктов. Анализы, электрокардиограмма, специалисты, среди которых хирург, окулист, лор и даже эндокринолог. Восьмиклассник Никита Лобанов пока не знает, что это за врач такой, но доктор Мария Калошина все объясняет. У тебя имеется проблема, избыточная масса тела. Ты об этом знаешь. Твое артериальное давление в том числе может повышаться в связи с имеющимся выявленным при осмотре сейчас заболевания. Врач составляет план дообследования, который пройдет уже в детской поликлинике, куда доктор тут же и запишет. Это возможно благодаря единой медицинской информационно-аналитической системе. На примере Лопатинской школы, одной из самых больших в округе и имеющей свой медицинский блок, заместитель главного врача Елена Зинатулина рассказала приехавшим в школу гостям о внедрении ЕМИАС в образовательное учреждение. Когда мы записываем уже детей на мобильную бригаду, то есть на выезд в школу, родители сразу получают на косу слова информацию, что существует на запись. Надо отметить, что Ленинский городской округ стал одним из первых, где внедряется единая медицинская информационно-аналитическая система. Приближение медицинской услуги к тому месту, где дети проживают, где они проводят большую часть своего времени. Не секрет, что территории достаточно удалены от медицинских, от поликлиник, от амбулаторий. И вот возможность того, чтобы врач или медицинская сестра находилась в моменте непосредственно рядом, она бесценна. В Лопатинской школе постоянно работают фельдшер и медицинская сестра. В дни профосмотров, которые проходят дважды в год, осенью и весной, сюда приезжают другие детские специалисты. Одна из самых серьезных проблем – нарушение зрения у школьников. Если я вижу, что нарушение серьезное, я записываю сразу к себе на прием, говорю дату, время, чтобы ребенок пришел вместе с родителями на прием уже для дальнейшего обследования. Там на аппаратах, на рефрактометре и уже на значение лечения. После осмотра работы медицинского блока участники встречи собрались в конференц-зале, где посмотрели презентацию, в ходе которой стали понятны многие нюансы, связанные с внедрением ЕМИАС в школах и детских садах. Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова считает, что этот пилотный проект, несмотря на сложность реализации, должен прижиться. Мы проводим наш акцент на профилактику, то есть переводим фокус с лечения детей на профилактику заболевания. Тогда это очень важный проект, который нам поможет и доступность обеспечить. При этом доступность будет не просто обеспечена, она будет обеспечена в удобной, комфортной форме для ребенка. Когда родителю не нужно идти в поликлинику, ребенок приходит в школу и здесь он получает все необходимые обследования, все необходимые осмотры врачей. Это очень удобно, когда и сокращает время и родителя, и, конечно, это комфорт и доступность. Высокую оценку работы Единой медицинской информационно-аналитической системы дала сенатор Совета Федерации Ольга Забралова. Родителям это удобно, это вот эти семь справок, за которыми не надо ходить, это профилактические осмотры ранние выявления, патологии и так далее. Это работы медсестры по профилактическим осмотрам, по вакцинации и так далее. Это все очень удобно для родителей и это очень важно для детей. Ольга Забралова отметила, что до конца 2022 года проект «Школьная медицина» будет внедрен на всей территории Московской области. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Во Дворце культуры города Видное прошла ставшая уже традиционной встреча медицинских работников с жителями округа. Повестку подобных встреч по сути формируют сами граждане, направляя в различные инстанции вопросы и мнения относительно работы системы здравоохранения в Ленинском городском округе. Такие встречи проходят в 20-х числах каждого месяца. Посетить их может любой желающий без какой-либо предварительной записи. Стоит отметить, что участников и обсуждаемых вопросов с каждым разом становится больше. В течение месяца поступают вопросы, которые передаются в наш центр для того, чтобы люди, которые не могут подойти на встречу очно, для того, чтобы они все-таки посредством средств массовой информации получили ответы на интересующие вопросы. Среди тех, кто постоянно ведет диалог представители перинатального центра стоматологической поликлиники, подстанции скорой помощи, подольского филиала центра гигиены и руководства Видноской районной клинической больницы. Цель подобных встреч – оперативно реагировать на проблемы и сбои, которые могут возникать в работе медицинских учреждений. Хочу сказать о том, чтобы жители не копили эти вопросы. Мы все доступны на любом уровне, в том числе и я, у меня дверь всегда открыт и готов ответить на любые вопросы. Точно так же это наши все руководители подразделения, это мои замы. Ну и я в том числе, даже когда прохожу, ну, жители не надо соврать, я даже как бы на обход в больнике с большим удовольствием общаюсь с жителями и все текущие вопросы отвечаю. Всего на встрече было озвучено более 40 вопросов, как присланных заранее, так и заданных из зала. Подробнее с ними вы можете ознакомиться в ближайшем выпуске газеты «Видновские вести». 24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. Чтобы привлечь внимание общественности к этой болезни, специалисты проводят лекции, флешмобы, семинары и другие мероприятия, направленные на получение расширенной информации о мерах профилактики и лечении недуга. Наш корреспондент Юлия Пагасьян пообщалась с врачом в Видновской поликлинике и узнала, как уберечь себя от этого заболевания. Туберкулез – это инфекционное заболевание, которое стало весьма распространенным в последние годы. Чаще всего поражает легкие, но затрагивает и другие органы и системы. Заразиться туберкулезом просто, но, как правило, организм человека может сам справиться с бактерией. Заболевают же обычно люди с низким иммунитетом. Иммунитет наш, конечно же, в первую очередь зависит от нашего образа жизни, здоровое питание, здоровый сон, физическая нагрузка. Клиническая симптоматика, его следующая – это кашель, вначале сухой, потом с мокротой, возможно, кровохаркание, следы крови в мокроте, потливость дневная, особенно выраженная ночная потливость. Далее – повышение температуры тела, слабость, ломота в мышцах, костях. Туберкулез сковарен тем, что медленно развивается. При первых подозрениях стоит незамедлительно обратиться к терапевту, который после осмотра по необходимости направит к узкому специалисту в тезиатру. Также врачи рекомендуют ежегодно проходить диспансеризацию, включающую флюорографию. Детям, как правило, ежегодно делают пробу МАНТУ. Она не является прививкой, не является вакциной. Она просто показывает наличие микобактерий в организме, проявляя той или иной реакции. Также есть метод исследования диаскин-тест. Это для взрослых. Также подкожное введение элементов микобактерии. 24 марта во всем мире проводится День борьбы с туберкулезом. Организуются лекции, семинары. В Ленинском городском округе врачи приходят в школы, чтобы рассказать учащимся о заболевании и мерах профилактики. В 1882 году Роберт Кох объявил о своем открытии. Он открыл туберкулезную палочку. И потом она в процессе была названа палочкой Коха, то есть по его фамилии. И благодаря этому исследованию удалось разработать лечение против этой инфекции. Туберкулез лечится, конечно, если пациент соблюдает рекомендации врача-автезиатра, принимает лекарства, которые благоесть, и они эффективны, ведет здоровый образ жизни, не курит и не употребляет алкоголь. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого. В историко-культурном центре прошел муниципальный форум «Управдом». Это первая очная встреча с начала пандемии коронавируса. Два года муниципальный форум «Управдом» проводился онлайн из-за антиковидных ограничений. Вот теперь активные жители могут задать свои вопросы непосредственно на встрече. Тем более, что состав спикеров на первом в этом году собрании был довольно внушительный. Представители рекоператора Каширский, Государственной жилищной инспекции, МОСОВЛ ЕИРС, Администрации, Газового хозяйства, а также управляющих компаний. Когда, где какие субботники будут, где какие больные вопросы после зимы, где что повреждено, жители могут задать представителям администрации эти вопросы. И также очень злободневная тема – это безопасность газового оборудования. С конца прошлого года в муниципальных квартирах за счет городского бюджета начали устанавливать сигнализаторы загазованности. Собственникам квартир также рекомендуют установить такие устройства. Они бывают двух видов. Первые при утечке издает резкий звук, но не отключают подачу газа. И есть сочечная клапана, то есть там действует, конечно, принцип такой более, скажем, обеспечивающий безопасность, на мой взгляд, по крайней мере. То есть тогда, когда срабатывает сигнал, клапан в течение 15 секунд закрывает подачу газа. То есть утечка уже дальше не происходит. С 1 апреля в Ленинском городском округе стартует месячник по благоустройству, в ходе которого будут приведены в порядок все муниципальные территории. С наступлением устойчивой теплой погоды планируется высадить 50 тысяч саженцев. Пройдет пять субботников. Общеобластной состоится 16 апреля. На главной площадке будет организована прачечная программа, горячее питание. Эта площадка определена набережной молотой, чувствовала. Затем участники форума перешли к обсуждению вопросов из зала. Крыс развелось немедленно. Вот постоянно ходит нам море до этих крыс. Они уже на скорости едят там. И ремонт наш погрызут. Антисанитария на контейнерных площадках, парковка под окнами жилых домов, опиловка и ликвидация аварийных деревьев. Реконструкция Володарского шоссе, проблемы с управляющими компаниями. Вопросов на форуме прозвучало много. Все они были взяты на контроль представителями профильных бедомств, присутствовавших на управдоме. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видно-ТВ. В Ленинском управлении ЗАГС прошло честование семейных пар, проживших в браке 50 и более лет. Золотые, изумрудные и бриллиантовые юбиляры на время праздника снова стали женихами и невестами. Подробности свадебного торжества в репортаже нашего корреспондента Галины Житковой. Под марш Миндельсона в зал регистрации брака Ленинского управления ЗАГС зашли сразу 8 пар влюбленных. Женихи трепетно держали за руки своих невест. Несмотря на уже довольно солидный стаж, юбиляры семейной жизни все так же тепло и нежно относятся к своим вторым половинкам. Кто как не вы, собственно, сегодня нашим детям еще и еще раз покажет и расскажет и докажет, что любовь это гораздо больше, чем какой-то промежуток времени. И не 3, и не 5, и не 10 лет. Любовь она навсегда. И есть такая любовь, которая приходит однажды и приходит на долгие годы. К очередной годовщине свадьбы бриллиантовые золотые юбиляры семейной жизни получили благодарственный адрес и памятный подарок от главы Ленинского городского округа. Многие вспоминали, как первый раз увидели друг друга, пришли в ЗАГС и так незаметно вместе прожили большую часть жизни. Вмечаем золотую свадьбу. Конечно, я невеста 50-летней стажем. Это было в Дом культуры у нас здесь видным. Много гостей было. А какая свадьба без росписи? Все 8 пар молодоженов со стажем поставили свои автографы в юбилейной памятной книге Ленинского управления ЗАГС. Если у тебя тыл чуть-чуть защищен, тебе и работать проще, в общем-то, как раз вот это такая, я считаю, большая вещь, особенно для нас, для работы. Когда у тебя тылы так спокойно, ты можешь себя как бы чуть спокойнее чувствовать, в общем-то, естественно, и какие-то результаты получаются. Потому что очень сложно в жизни добиться одному. Ольга и Евгения Михайлины прожили вместе 50 лет. Свою принцессу будущий муж встретил во время учебы на факультете единоборств в Институте физической культуры. До сих пор хранит приглашение в магазин для молодоженов, что когда-то был на Динамо. Есть что вспомнить, и походы, когда мы были молодые, ходили там везде, по всей Московской области. Она всегда умела кашеварить, и на ее плечах лежала все, так сказать, основная работа. Теплый, душевный, по-настоящему семейный праздник надолго останется в памяти участников торжества. Но многие юбиляры останавливаться на достигнутом не намерены. И обещают, что через 10 и 20 лет снова придут в ЗАГС, чтобы отметить очередную солидную годовщину. Галина Житкова, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.